Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! С вами программа «Семейный доктор» и тема нашей сегодняшней передачи связана с заболеваниями сосудов, которые преследуют человека с глубокой древности. Мы сейчас находимся около центра современной медицины «Медитера», где нас ждут уже сосудистые хирурги и специалисты, которые расскажут все об атеросклерозе и что делать, чтобы у нас, дорогие телезрители, с вами были здоровые сосуды. Не переключайтесь, будьте с нами! Перед вами это отделение сосудистой хирургии, где проводятся все виды оперативных вмешательств на сосуды, такие как каротидная эндортероктомия, носонные артерии, дуги аорты, торако-абдоминальные аневризмы оперируются. И, конечно же, при атеросклеротических поражениях, нижних конечностях, при сахарном диабете все виды также дистальных шунтирований, эндоваскулярные операции всех видов. Ну вот, если вернуться, и сейчас вам как бы поболее подробнее, давайте мы тогда поговорим о атеросклерозе, да? Что он вообще из себя представляет? Что такое атеросклероз? Атеросклероз, то есть, можно сказать, это сейчас бич 21 века. Атеросклероз поражает не только сосудов нижних конечностей, но и всех верхних конечностей, всех бассейнов, головного мозга, сердечно-сосудистую систему. Ну вот, зачастую причина возникновения этой патологии, этого заболевания вообще, с чем связана? Атеросклероз, во-первых, он связан, связывает несколько этиологий, это генетический фактор. Второе, это вредные привычки, такие как алкоголь, курение, здоровый образ жизни, то есть, который пациенты не ведут. Они также подвержены поражению всех сосудов нижней конечности. Это, то есть, несоблюдение диеты, употребление чрезмерного количества в пищу жирных кислот. Хочу добавить, что атеросклерозом чаще всего болеют люди с сахарным диабетом. Ну вот, существуют стадии ожирения, да? Вот, ожирение как-то способствует появлению именно атеросклероза? Да, одной из этиологий развития атеросклероза является действительно ожирением. Тем самым, то есть, это способствует тому, что меняется гормональный фон, во-первых. Во-вторых, повышение холестерина, чрезмерное употребление углеводов в пищу. Все это вызывает нарастание атеросклеротических бляжек в сосудах и развитие атеросклероза. Зачастую атеросклерозом болеют, заболевают люди пожилого возраста или молодежь тоже подвержена? Конечно же, сейчас атеросклероз молодеет, встречаются и в 45 лет уже атеросклероз. Да, последний наш опыт показал, что с синдромом Лериша мы оперировали пациента в возрасте 40 лет. Действительно, было атеросклеротическое поражение нижней конечности, удалось спасти нижние конечности. Сейчас он полноценный здоровый образ жизни ведет. Атеросклероз чаще всего, 90% случаев, встречается у пожилых людей с поражением нижней конечности. И 95% пациентов у нас наблюдаются с курильщиков. Подвержены больше к атеросклерозу, то есть мужчины, не женщины, да? Да, больше, больше, конечно же, мужчины, это, конечно, в первую очередь связано с образом жизни, то есть алкоголь, курение, как мы уже сказали, и также сам гормональный статус мужчины, больше подвержены к атеросклеротическим поражениям. В нашем отделении сейчас мужчин, находится 15 пациентов с поражением, с диабетической стопой именно. Длительное заболевание с сахарным диабетом вызвало эту проблему. Теперь расскажите нам о симптоматике. Какие симптомы вообще при этом заболевании, что человек чувствует? Первые признаки атеросклероза, конечно же, они не выражены. Пациент может не замечать, что у него развивается атеросклероз, что у него повышен холестерин в крови. Но во второй стадии атеросклеротических поражений, то есть именно нижних конечностей, наблюдаются такие, как перемежающая хромота. Он начинает в первой стадии проходить 500 метров, потом 300 метров, 200 метров и так далее. Тем самым перемежающая хромота нарастает, сокращается дистанция безболевой ходьбы. Тем самым после того, к сожалению, наши пациенты обращаются в последних стадиях, когда уже они не могут практически ходить, появляются боли в покое, трофические изменения. Тогда, конечно, наша задача по восстановлению нижних конечностей, уменьшению инвалидизации наших пациентов усложняется. Ну, давайте теперь остановимся на осложнениях, да? Что ждет человека, который, скажем, вовремя не обратился к специалисту? Что с ним может произойти? Осложнение атеросклеротических поражений, то есть он мультифокален. Атеросклероз, он поражает, как мы сказали уже, ни нижние конечности отдельно, ни головной мозг. Он, то есть поражает все сосуды наших бассейнов головного мозга, сердечно-сосудистой системы верхних конечностей, брюшной аорт и нижних конечностей. Осложнениями являются, это инсульт может быть, инфаркт при атеросклеротическом поражении, гангрены нижних конечностей. Также при атеросклерозе есть такое грозное заболевание, как аневризма аорты. Пациент того самого не зная, он в одночасье моментально может потерять 2-3 литра крови и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Сейчас мы, дорогие телезрители, пройдем в отделение диагностики, где врач нам наглядно покажет, на каких аппаратах проводят диагностику. Надо бы теперь разобраться в одном вопросе. В чем же различие ультразвукового исследования от компьютерного томографа? Ультразвуковая диагностика – это скрининговый метод. То есть он не дает лучевой нагрузки для пациента, он дешевле экономически, тут вопрос. И поэтому мы можем массово в качестве скрининга проводить, в принципе, всем подряд, можно так сказать, ультразвуковое исследование. Компьютерная томография – это рентгеновский метод исследования. Мы для исследования сосудов применяем контрастные вещества, то есть контрастное усиление. И чтобы увидеть детально внутренний просвет сосуда, какие-то детали анатомии, особенности, потому что у каждого человека могут быть свои варианты расположения сосудов, их взаимоотношения сосудов и так далее. Поэтому в тех случаях, когда мы в чем-то сомневаемся или нужно более детальная информация для сосудистого хирурга, мы направляем пациента на компьютерную томографию с контрастным усилением. Дорогие телезрители, вы сейчас наглядно увидите картинку, произведенную на компьютерном томографии, да? И врач как раз объяснит весь ход действий. То есть мы выполнили контрастное усиление сосуда и сняли на КТ-аппарате, на компьютерной томографии. И мы видим, что с левой стороны здесь сосуд у нас проходим, а справа мы не видим его просвета, видим обходные пути к латералии. То есть я должна здесь сказать, что, как вы меня спрашивали, может ли это привести к внезапной смерти, допустим, да, тросклероз и так далее. Тут все зависит от того, это острая закупорка сосуда, то есть закрытие просвета внезапное, или же это происходило медленно. То есть это процесс тянулся годами, медленно-медленно просвет сосуда закрывался. При всех острых закупорках мы как раз получаем такие грозные осложнения, как инсульты, инфаркты, гангрены, которые действительно угрожают жизни пациента. Все зависит от того, насколько большой бассейн поражен, насколько большая зона поражена. А если же происходит медленная закупорка сосуда, но закупорка, вот казалось бы, и там закупорка, и здесь. Почему в данном случае пациент умирает, а здесь он все-таки еще жив и будет долго жить? Нет, потому что при медленных закупорках у нас успевают развиться вот такие коллатеральные обходные пути. Медленно закрывается просвет основного сосуда, значит медленно развиваются обходные сосуды, и дистальная часть, дистальное русло начинает медленно, но хуже, чем, конечно, свой магистральный ход, но тем не менее хуже снабжается дистальная часть, но тем не менее снабжается. Здесь нет прямого хода, но есть обходные пути. То есть вот эта дистальная часть, она через эти обходные коллатерали заполняется. Вот эти вот детали мы можем показать сосудистому хирургу перед операцией, чтобы он определился с планом операции, с тактикой, с доступом и так далее, и так далее. То есть очень многие вопросы, которые они должны решить. То есть прежде чем отрезать, они 7 раз должны померить. То есть при выявлении уже, мы дальше, например, я приведу пример, если при выявлении атеросклеротических бляжек в рахиоцефальных артерий, они осложняются таким методом, вплоть до инсульта. Человек может стать инвалидом в один день, он сам не знает того, или же он по улице идет, или же в другом общественном месте может получить инсульт, ишемический инсульт именно, при атеросклеротических поражениях сосудов. Мы уменьшаем инвалидизацию нашего населения, тем самым предотвращая инсульты. Эта операция направлена на предотвращение инсультов, она называется каротидная эндоритрактомия. Это один из видов оперативных вмешательств. Дорогие телезрители, мы сейчас находимся в операционном блоке медцентра Медитера, где врачи делают операцию, и вы сейчас сами наглядно все увидите, не переключайтесь. Ну, в общем, ребята молодцы. Надо отдать должное нашим специалистам в области сосудистой хирургии. Пока они проводили сложнейшую операцию, простыми словами говоря, в пересадке сосудов, я, в свою очередь, был приятно удивлен проделанной ими работой. Операция благополучно завершена, дорогие телезрители, и сейчас пациента доставят в отделение реанимации. А как он придет в себя, и как у него начнут двигаться нижние конечности, его доставят в стационарное отделение? В данном случае у пациента, пациент, который был оперирован, диагноз, облитерующий атеросклероз артерии нижних конечностей с критической ишемией нижней конечности на фоне сахарного диабета. Практически это диабетическая стопа. То есть у пациента имелись уже признаки начинающейся гангрены пальцев. При обследовании выявлено, что у пациента имеется окклюзия, то есть закрытые сосуды ниже уровня коленного сустава. Цель операции произведенная, то есть обойти закрытый участок сосуда и доставить кровь на стопу. И в данной ситуации была взята большая подкожная вена нижней конечности и обойден закрытый участок. То есть другие методы лечения этого больного в данной ситуации были неприменимы. Если не была бы выполнена данная операция, пациенту пришлось поампутировать нижнюю конечность. Но данная операция, вы сами только что видели, какие тонкие сосуды шунтируются, и результат указанных вмешательств очень хороший. И поэтому эти операции находят все более широкое применение в практике нашей клиники. К счастью, для пациента с таким грозным заболеванием, как аневризма аорты, операция прошла успешно, так как он вовремя обратился к сосудистым хирургам. Сейчас он проходит стадию реабилитации в стационарном отделении. Ассаламу аликум ага, меня зовут Сергей, журналист телеканала Ассаларна. Очень приятно. Нам сказали вот врачи, что вы после операции. Да, совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, как все произошло, как вы сюда попали? Ну, я такой же человек и имею право болеть, поэтому когда чуть-чуть приболел, я приехал на консультацию. Мне посоветовали сделать операцию. Все это произошло в результате аварии. Была крупная авария, в которой я пострадал. У меня были сломаны ребра. И после этой аварии прошло 3 года. Все это проявилось. Результат – я оказался на больничной койке после такой серьезной-серьезной операции. Ну, вот сейчас как вы себя чувствуете? Состояние ваше? Ну, чувствую, конечно, первое – это облегчение, что я почувствовал себя уже здоровее. Я сейчас хожу, у меня и правая, и левая нога нормально работают. Я не хромаю. До этого я ходил даже немножко сутулись. Сейчас после этой операции я нормально себя чувствую, нормально хожу. У меня сейчас первое – это чувство благодарности врачам, те, которые меня поставили на ноги. Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления. Всего хорошего вам. Взявся? Взявся. Взявся. С обома. Счастливой вам работы. Спасибо. До свидания. Дорогие телезрители, и в конце нашей программы хотелось бы отметить и сказать, что нет неизлечимых заболеваний. Просто нужно вовремя обратиться к квалифицированному специалисту. И, конечно же, вести здоровый образ жизни. Ну, а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Семейный доктор.